Объять необъятное возможно. Курс краткой истории и культуры чувашского народа можно пройти всего за пару часов. В культурно-выставочном центре «Радуга» открылась необычная выставка. Чем она увлекла студентов из Поднебесной, рассказывает наш корреспондент Мальвина Петрова. Для выражения мысли китайцам порой достаточно одного-двух иероглифов. Точно так же мастера чувашской вышивки, используя определенный цвет и орнамент, могли выразить определенную информацию. Народной мудрости зашифрован в таких костюмах и полотнах могли бы позаведовать даже китайские философы. Правда? Правда. В 2015 году, когда я первый раз приехала в Чувашию, познакомилась с чувашской вышивкой. Нам подарили такой-то шарф, именно чувашская вышивка. Но сразу я полюбила, потому что на вышивку это красный свет. Потому что красный свет в Китае – это символ счастья радости. Но сегодня мы слышали такую-то сказку. Но это еще общее. Потому что наша вышивка тоже связывается со сказками. Сказки и легенды основываются на мировоззрении народа. Чуваши же верили в природные силы и в неразрывную связь с предками. Это у нас космос, это небосвод, это уже наша земля. Вот мы сейчас живем в этом состоянии. И вот эти яркочь, тоже солнышко поставили тут, два узора. И столбы, на которых держится земля. А вот это вот по низу, это уже как бы наши предки. Не изменяя философии своих мам и бабушек, такие известные мастера, как Екатерина Ефремова, Мария Симакова, Анастасия Андреева, Татьяна Петрова, создавали уже свои неповторимые коллекции. Каждая вышивальщица, она изучала орнамент, собирала, анализировала и потом воплощала в своем творчестве. И что самое важное, здесь нет искажений классической, чувашской, народной культуры. Оригинальный материал, когда-то служивший и оберегом, и носителем персональных данных своего хозяина, сегодня для большинства как китайская письменность. Мало кому понятно. Тем и интересно, любознателям, дизайнерам, как, например, студентам Чувашского педауниверситета, здесь есть что почерпнуть. Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова